Что такое секта? У них есть четкое понимание, свой-чужой. Среди вас есть те, которые еще не веруют в Духа Святого. Музыка усиливается, усиливается, начинается темп, быстрее, быстрее, быстрее. И дальше какой-нибудь апогей. Ловите Духа Святого. А где мы были раньше? Они работали с 90-го года здесь в стране, активно работали. И вдруг мы сейчас похватили, что это экстремисты. Приходит человек, написана вывеска «Дом Божий». Как туда не зайти? Был в храме, не приняли. А пойду в Дом Божий зайду. Нужно менять подход в корге. Мы нерадушные. Мы негастеприимны. Вот как тебя приняли, так ты и почувствуешь, нужно ли тебе здесь или не нужен. Стоит ли нам тоже пробовать вернуть их в лоно православной церкви? Чем дольше он находится в секте, тем сложнее будет его туда вытащить. Христос Воскресе! В эфире программа «Спасайся, кто хочет». И с вами Павел Атарем. И Дарья Хромова. Мир вам, друзья. Сегодня мы поговорим о сектах и их влиянии. Зачастую, когда мы слышим слово «секта», оно вызывает негативную эмоцию. Ну, как что-то очень опасное. И многие, кого называют сектантами, обижаются на это слово. Но так ли оно обидно? И что оно обозначает на самом деле? А подробнее о сектах спросим у нашего гостя, заведующего кафедрой церковно-практических и исторических дисциплин Калужской духовной семинарии Иерея Дмитрия Шатова. Иерей Дмитрий Шатов родился в 1983-м в Вологде. Кандидат богословия, доцент, профессиональные направления, религиоведение, сектоведение, миссиология, русская патрология. В Обнинске Иерей Дмитрий Шатов является клириком храма Рождества Христова, а также настоятелем строящегося храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. В том же городе он возглавляет проект православных классов. Также отец Дмитрий является завкафедрой церковно-практических и исторических дисциплин Калужской духовной семинарии. Руководит православным благотворительным фондом «Милосердный самарянин» Калужской епархии, которая еженедельно раздает продуктовую помощь четырем с половиной тысячам нуждающимся. Отец Дмитрий, Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Маечка, здравствуйте! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Ну вот поговорим сегодня про секты. Давайте начнем с самого начала. Что такое секта? Секта вообще слово латинского происхождения, означающее отделение, отсечение. Секары отделяю, отсекаю. Правильно вы задали вопрос, обидно ли это слово? Как оно звучит в сознании людей? Как некое клеймо, либо шаблон. Но звучит на самом деле именно так. Да, либо это реальность, отображающаяся в этом слове. Для меня, как для религиоведа, сектоведа, конечно, второе значение правильное. И объясню почему. Есть понятие конфессий мировых, а есть понятие то, что им не принадлежит, но вышло из этой среды. Вот как раз секты, не принадлежа конфессии, выходят из этой среды. Отсекаются, отделяются от основной религии и становятся самостоятельной единицей. При этом критикуя, искажая учение самой религии основной, либо церкви, в данном случае, в нашем понимании. И этот самостоятельный институт некий существует как противоположность самой религии. Вот что такое секта в сознании и юридическом, и каноническом. Батюшка, ну а вот можно ли назвать сектой что-то не связанное с религией? Вполне возможно, если мы вот это понимание отсечения, от соединения принимаем, тогда, конечно. Например, вот смотрите, есть школа, и вдруг я решил создать какой-нибудь клуб по интересам школьный. Я сектант. Если я без ведома директора школы, организовал свой клуб, снял детей с учебного процесса, нашел своего учителя, и в этой же школе преподаю свой клуб в виду образовательный. Я сектант. Это если без разрешения? Да, конечно. А если спросить разрешения, то все нормально? Ну, если директор разрешит, если церковь, например, поместная, одобряет учреждение еще одной поместной церкви, там, например, какого-то института, то, конечно, это уже не сектанство, это филиал представительства, что называется. Знаете, просто вот в обиходе еще сектой называют, например, сетевой маркетинг. Или там какие-то даже представители эко-движений тоже. Ой, это сектанты. Но они же, откуда они-то отделились? Или это просто немножечко в другом понимании секта, что это своя группа такая единомышленников? Я вам скажу, что вы правы в этом вопросе, но в чем суть? В том, что это коммерческий культ. У них есть религиозный подтекст. Есть. Вы просто об этом не знаете. Если углубитесь в идеологию маркетинга сетевого, там есть религиозный подтекст. Причем очень такой, яркий достаточно для тех, кто посвящен в эти дела. Масонский какой-нибудь? Не совсем, нет. Псевдо-херристианский. Есть, например, экопоселки. У них тоже есть свой религиозный подтекст. И по этим подтекстам мы классифицируем секты. Религиозные, коммерческие, псевдобиблейские, неоязыческие. Их много достаточно классификации сект. Но принцип один. У каждого от этого отколотого института должна быть религиозная составляющая. И она у этих сект есть. Те, кто изучают более подробные, вот эти вот отколотые существа, так называемые, они понимают, что это секта. Знаете, вот сейчас не могу не сказать, по что же расскажу тебе. Вот вы сказали про экопоселки. У нас есть такой поселок, как Матово в Калужской области. Наверное, слышали про это. Я просто только недавно посмотрела... Ты только туда приехал. Сторис, посмотрела сторис ВКонтакте, что там сейчас происходило. Там приехал некий какой-то гуру. И проводил какой-то очень странный обряд. Он кучу кокосов наложил, сжигал кокосы, потом резал фрукты, сжигал это все. Они там что-то там пели. То есть на самом деле, вот такие вот уже сектанские моменты, которые даже не с христианством связаны, а вот, наверное, какая-то буддистская секта, я не знаю, они происходят вот на территории нашей Калужской области. Об этом-то и речь, что эко-поселок – красивое название. А когда начинаешь углубляться в суть, какова организация этого поселка, кто там главный, какая идея основная, объединяющая всех вот этих вот жителей поселка, то приходишь как раз в какой-то цепочке к концу. А там, оказывается, религиозный подтекст. Там, оказывается, есть гуру, правильно говорите. Там есть свои диалоги, свои печатные издания там у них есть, обряды, традиции. Причем есть такой культ Анастасия. Он известный. Ни разу не слышал. Не слышал, за что. Вам повезло, на самом деле. Потому что те, кто слышали, заинтересовались, почитали и решили все. Я пошел соединяться с природой. Уезжаю из города, строю себе дом из дерева, забываю про всю социализацию и живу в гармонии с природой. Хорошая. А в этом что-то может быть плохое? Вот, мысль хорошая. А читаю книжки Владимира Мегре, начинаешь понимать, ага, оказывается, там еще и духи есть, там еще есть и целая вселенная, которую нужно для себя открыть. Там еще есть и другие ритуальные вещи, которые нужно тоже пройти обязательно, чтобы понять, где там энергия, в каком месте находится она, а где ее нет вообще. И у них расписание, график, жизнь вся строит согласно вот этим вот предписаниям, которые есть в книжечке. Что это, как не сектор? Контроль сознания, языка, поведение, все, что присуще обычной секте, там есть. Батюшка, а когда появились первые секты и вообще какие признаки той или иной секты? Признаки я уже вкратце озвучил, когда отделяется одна часть от целого без разрешения целого, но при этом искажая еще само учение вот этого целого. Конечно, впервые секты возникли еще в первом веке. Мы помним, евангелист Иоанн Богослов писал свои Евангелия, акцентируя внимание на воскресении Христа. Больше всего в его Евангелии было мест из всех евангелистов, посвященных воскресению Христа. А почему? Он писал это в конце первого века. А потому что появились гностики, так называемые ереси, которые отрицали, что Христос воскрес. И Иоанн Богослов, зная этот контекст, подтекст того времени, изложил досконально, подробно именно факты воскресения Христа. Как пришли жорные мироносицы, что они увидели, где был Петр, как он явился там к Лёпе и Луке. Этого нет ни в одном Евангелии, а там есть. Он дожил до конца первого века. И до появления первых сект. Совершенно верно, да. И как раз Евангелие его отображает смысл того, что появились секты, и нужно им противодействовать. Вот эти последние особенные главы направлены против сект. А это ереси своего рода. То есть искажение догмата и учения самой церкви. Вот первое появление, скорее всего, можно считать сект вообще христианских у нас, вот в нашей новой эре. А много сейчас сект начисляется в России? Вы знаете, очень сложно посчитать. Если мы берем понимание откол, отделение, раскол, то это сотни. А где-то, может быть, и многие сотни этих сект. Но есть опять классификация общая. К чему или к какому там виду они относятся. Если брать крупные такие классификации, крупные секты, то их порядка, наверное, 40. По всей России. Это именно христианские или вообще? Это вообще крупные объединения, формирования. Например, возьмем там секта «Светили иголых». Вроде бы она запрещена. Как вы думаете, она же не ушла из пространства медийного? Не ушла. Они агитируют активно в интернете, через чат, через мессенджеры. Та же самая литература распространяется, только лишь в электронном виде. Всякие там деньги, которые они собирают, уходят на какой-то кошелек левый и прочее. Они работают. И работают очень даже эффективно, скажу. Или все там армонов. Это секта американская мормонов. Или возьмите секту баптистов, например. Их тоже очень много, филиалов различных. Насколько я знаю, если иегова и мормоны, это как раз таки экстремистские секты, которые были запрещены даже. Мормоны пока не запрещены еще. А, еще не запрещены. Еще не запрещены, да. А святители иголых запрещены, как именно экстремистская секта. Религиозно причем, я вам подчеркну, очень важно. Не просто коммерческий культ, хотя у них там коммерция присутствует в большинстве своем. Они продают издания, за это получают деньги. Но и религиозный подтекст, причем экстремистского характера. Это то, это просто на самом деле маленькая часть этого вершины айсберга, когда мы разбираем секту и понимаем, что она экстремистская. Если копнуть поглубже всех остальных, которые сейчас существуют в России, там тоже есть экстремистский подтекст. Ну вот, например, Егова. Что именно, то есть к чему может экстремизм в сектанстве привести? К самоубийству или к чему? Давайте кратко, конечно, это целая лекция, можно над темой рассказать, но кратко объясню следующее. У них есть четкое понимание, свой-чужой. Свои – это люди, которые избраны Богом, все остальные – это род дьявольский, люди, которые прокляты, и которых необходимо либо переубеждать, либо всевозможным способом их игнорировать, либо уничтожать. Вы знаете, я про полный уничтожение не просто сказал. У них была иллюстрация, Армагеддон называется, в одной из книжечек на Сторожевая башня. Была иллюстрация в 90-е годы. Конец света в стране. Вот удивительно, да? Берут автоматы, светили игол, и расстреливают всех неверных. Иллюстрация. Вот так будет Бог судить тех, кто пришел, значит, тех, кто неверный, кто на земле живет, не по их вере. Немножко напоминает исламистов, да, которые вот разные… Экстремизм, да. Более того, смотрите, еще, очень важный момент, почему тоже запретили все, кто… Они запрещают переливание крови. Например, младенцу, юноше, неважно, взрослому человеку, требуется переливание крови, а он отказывается. Ну ладно, еще там взрослый, что понятно, а вот младенец, либо юноша, нужно разрешение родителей, а они разрешение не дают. А ребенок умирает. Таких сотни дел в вот этом разделе судебном, касающемся дискриминации и экстремизма в отношении просто даже к человеческой природе. Понимаете? Это, на самом деле, тоже маленький такой азберг. Дальше касается, что они не почитают ни власть, ни флаг. В стране служить запрещено в армии, потому что только лишь одно есть – божье государство, теократия. Демократия, любые другие формы неприемлемы для этих людей. Как это, как не экстремизм? Но у меня другой вопрос. А где мы были раньше? Они работали с 90-го года здесь в стране, активно работали. И вдруг мы сейчас похватили, что это экстремисты, оказалось. А уже ни одно поколение прошло на этом воспитании, к сожалению, большому, нужно сказать. И кто несет ответственность за этих людей, которые искалечены вот этой сектой, тоже неизвестно. Люди реально покалечены, физически, морально и духовно. Они работают, ну просто, может быть, я об этом говорю подробно, но это заживое на самом деле. конечно. Понимаете, когда тебя контролирует твое сознание, твой график работы, тебе звонят каждые 15-20 минут, если нужно будет звонить, контролируют твое поведение. Ты проснулся утром в 6 утра, тебе звонок. Доброе утро, Бога прославим. Читаем молитву. Дальше тебе звонят, пьем чай, завтракаем, идем на работу, на служение, на миссионерство, обедаем, ложимся спать и прочее. Весь твой график четко отслеживается в этой секте. Более того, если ты не сделал какой-то определенный наработок дневной, не успел кому-то книжку отдать, где-то купить, кому-то, тебе выговор влепляют за это. Суд над тобой будет, Боже, если ты не сделаешь установленный план на сегодняшний день. Получается, что наша же церковь как раз в 90-е только возрождалась, поэтому вот этот пласт людей и поколение людей, оно упущено, кто именно пошел туда. К сожалению, да. Люди, не разобравшись, где секта, а где церковь, просто пошли по зову своего сердца в религию. И да, немало людей, тысячи людей наших соотечественников попали не в те руки, к сожалению. Но это, понимаете, это было неизбежно, поскольку вот вакуум этого атеистического присутствия в России, в стране, он дал свои и плохие плоды в том числе. Без разбора люди начинали просто бросаться в различные религиозные течения. А, конечно же, плюс деньги, плюс открытость, плюс помощь со стороны Запада, безусловно, дали свои плоды негативные. Это бесплатное распространение книжечек. Библию тебе дали бесплатно. Как бесплатно? Возьмите, пожалуйста, ради Бога мы вас так любим. А потом к нам приходите, мы вас ждем на бесплатную лекцию и начинается промывка мозгов. Батюшка, вот непонятно, как вообще сознание русского человека идти в какие-то секты? Вот есть наши храмы православные, но почему именно в секты идти? Вопрос тоже правильный и отчасти к нам адресованы, к православным. Из них, вот по статистике очень скромный такой, может быть, не точный, но по статистике из этих людей, кто сейчас в секте находится, больше половины сначала пришли в наш храм. И это не секрет, что эти люди увидели в храме не то, что хотели увидеть. Это такие равнодушные лица, это потушен взгляд тех, кто стоит на светецовом ящике, это те, кто хотят нам объяснить, куда поставить свечку, что вас тут не было, а вы пришли, зачем? у нас храм закрывается и прочее. Все это, к сожалению, вот этот нерадушный прием, он, к сожалению, сыграл тоже негативную роль. У меня очень много знакомых, которые про это говорили. И сейчас присутствуют. А что происходит там? То есть, приходит человек, написано вывеска, дом божий, как туда не зайти? Был в храме, не приняли, а пойду в дом божий зайду. А там и тебе чайку нальют, и тебе расскажут, и улыбнутся тебе, и книжку бесплатно подарят. И вокруг тебя становится чуть ли не хоровод целый. И какой ты замечательный человек, и ты там пришел, молодец какой, мы тебя так долго ждали, эти улыбнишки такие голливудские, с остальными глазами, как у санитологов. Но это непонятно изначально. И человек приходит, да, действительно, как здорово, прекрасно, меня так встретили, такой радушный прием, все замечательно, мне так нравится. Ты будешь нашим любимым человеком в этой общине, тебе говорят. Ну как от такого приема отказаться? Это называется принцип бомбардировка любовью. А скажите, ну этот принцип вообще должен же быть в православной церкви? Безусловно. Должен и нужен. Сейчас, к сожалению, и вы понимаете, нам не хватает любви в обществе. И когда приходит человек в храм, в дом божий, он хочет увидеть любовь. Вот какое отношение к нему? Он этого ищет. В мире этого нет, а вот в храме это должно быть априори. И этого, к сожалению, не находит. Вот что проблема-то. То есть мы не дорабатываем в этом понимании, начинается все с порога. Вот как тебя приняли, так ты и почувствуешь, нужно ты здесь или не нужен. Если приняли, а не выгнали из того, что платочка нету, например. Об этом-то и речь. Это тоже большая проблема, когда у нас бабушки старенькие, которые уже там 90-х годов такие, вот, значит, я в церкви давно, я все знаю, а она ничего не понимает, я сейчас все объясню. Такое, знаете, как вот у нас отчетное собрание, там партсобрание. А вот Иван Петрович не выполнил план сегодня. Что мы сделаем с Иваном Петровичем? Снизим баллы по поведению, запишем выговор в книжку. Вот так примерно отчитывает бабушка, которая пришла, женщина, когда пришла, без платочки, без необходимого, обрядовалась с точки зрения облачения. Но, друг мой, Господь меряет не внешностью, а сердцем. Вот если у тебя сердце злое, раздражительное, то тебе Бог благодать не даст. И более того, ты еще больше виноват в том, что он ушел, или она ушла из церкви. Это, к сожалению, вот этого понимания не хватает у нас в среде служащих. Батюшка не всегда может прийти и принять человека, он все время занят. И поэтому, к сожалению, или к счастью, не знаю, но первым встречают именно прихожане вот этого котенка слепого, который зашел только-только в храм. И нужно с ним быть так бережно, так вот аккуратненько с ним пройтись по всему этому пути, начальному пути. Вот тогда мы действительно будем действительно соответствовать вот этому призыву любви, а не наоборот, что, к сожалению, у нас происходит очень часто. Я, кстати, слышала, что у Антония Сурушского была такая история, когда в его храме кто-то как раз человека так закритиковал и человек ушел. И он после проповеди, по-моему, да, сказал, что вот это... И вот пока этот человек не вернется в храм, как бы не приходите обратно. Это и на вашей совести, и на моей совести, и с вас, и с меня это спросится. Абсолютно точно. Дело в том, что очень важный момент. Бог промышляет о каждом из нас. И каждому хочет спастись. Вот каждой душе. И он этого человека привел к тебе в храм. Не в мечеть. Я говорю про нас, про православных людей. Там не все, кто принял это. Не в буддийский храм. А тебе в православный храм. Он пришел, переступил порог. По воле Божией. И твоя задача, как священника, как пастыря, как прихожанина, помочь ему воцерковиться. Вот под порога пройти к алтарю, что называется. Этот путь пройти. Ты для этого и создан. И для этого ты живешь в церкви, чтобы помочь другим людям воцерковиться. Проблема большая, друзья. Честная большая проблема. И, конечно, нужно менять подход в корге. Мы нерадушные. Мы негастеприимные. Когда говоришь об этом, что надо быть более радушными, сразу у людей вопрос возникает. Ну что нам улыбки натягивать вот эти вот как бы голливудские? Почему-то нету в нашем, не знаю, менталитете или в нашем сознании православных людей, что улыбаться, это не значит натягивать улыбку. Это искренне улыбаться, радоваться. Есть люди по теми грамм, которые не улыбаются в принципе. Но нерадушные, теплые, приятные в общении, конкретные, четкие и нераздражительные. Такие люди есть, их очень немало. Делать даже не в улыбке, дело именно в гостеприимстве. Прийти, спокойно объяснить, показать, не раздражаться на собеседника, если он какие-то вопросы нелепые тебе задает. Но промолчи. Он потому, что только-только пришел в храм. Что ты от него хочешь? Чтобы он тебе символ веры прочитал наизусть? Конечно же нет. В этом есть проблема, что мы требуем от него прямо сразу церковности. Этого не бывало даже с вами, когда вы пришли в храм. Кто из вас пришел в храм и сразу же веру в единобога прочитал? Никто? Конечно, никто. Это путь. И путь нужно пройти при помощи вот этих вот людей, которые даны от Бога на самом деле, даже власть от части, помочь этим людям. Батюшка, вот вы немножечко затронули уже тему экстремистских сект. А вообще, если так в целом говорить, есть секты безобидные, например, то есть более опасные, менее опасные и вообще безобидные? Безобидные секты это такие, которые не несут в себе потеста религиозного. Вот, например, есть там образовательный клуб некий такой, да, где люди делятся своим впечатлением. Философский кружок, да, он и не церковный, и не светский. Клуб по интересам. Тогда, конечно, вот, например, раз были же кружки, там, Булгаков в Париже в своем кружке создал, хотя он был человеком православным, но это был кружок философского такого. Были кружки различных литераторов в свое время, в 19 веке особенно, да, помните, собирались люди по интересам, но не критикуют церковь, не выдвигая свои позиции религиозные или идеологические. Такая секта, именно как от колники, да, от какого-то тела там, да, может быть, гипотетически, но, как правило, это сразу приходит в критику кого-то, чего-то. Вот, например, у нас в блоге существуют, там, различные там, чаты, да, давайте там критиковать патриарх. И вот люди церковные, казалось бы, ну, что вы, и вот начинают критикать патриарх, там, своего архиерея будем критиковать. Вроде бы по интересам, кто в клуб собрался, вроде бы священники или православные люди, но критика, но протест, это все опять пахнет сектанством. Как только почувствуете вот этот подтекст критики, ненависти, злобы, раздражения, свои идеологии, вопреки общепринятой, это друзья секта. И такие секты не могут быть небезобидными, к сожалению. Знаете, вот я все-таки хочу своей историей поделиться. Я 8 лет ездила в английские лагеря с протестантами, с баптистами, которые вот у нас приезжали, естественно, приезжала и американская команда к нам. И вот, наверное, первые, скажем так, знания, даже не знания, потому что там не было догматики, кстати, но первые какие-то такие более христианские моменты я узнала оттуда. У нас были разговоры по о ценностях, которые нам именно американский проповедник рассказывал. Это было, знаете, просто о дружбе, о любви, то есть, опять же, без догматики вот этой протестантской. Я не знаю, может быть, другой человек на моем месте, хотя, кстати, за эти 7 или 8 лет на моих глазах только один человек в итоге перешел в баптистскую церковь. Очень много у нас было атеистов и остальные как бы условно-православно верующие условно. А так только один человек. То есть я считаю, что это не такой прям большой результат. Может быть, другой человек по-другому бы себя повел. Но вот, например, в моем случае я уже начала что-то для себя узнавать о христианстве, о Христе, не догматического, а общего такого, и начала интересоваться. И потом, наверное, божьим промыслом пришла именно в православную церковь. Но в моем случае получается, что это было не опасно, а наоборот как бы таким небольшим толчком. Да, безусловно. И ваша история, она не оригинальная. Я сам был в таких лагерях, признаюсь честно. Когда еще был в 90-х годах школьником, меня привозили на баптистские такие слеты. Они к нам приезжали, рассказывали про любовь, про христианство. Тоже абсолютно нейтральные вещи. Но я тогда это не воспринимал, поскольку я уже входил в храм. Для меня эти вещи были понятны уже и так. А для моих сверстников это было интересно. Но из них почти никто не пошел и не стал спрашивать, а дальше что? Открыть это в своем учении. Байте нам книжку вашу. Нет. Просто некий такой фон благоприятный. И да, возможно, Господь действует даже через них. На нас, на нашу веру в дальнейшем, которая будет возрастать только в православии и укрепляться. Вспомните очень интересный промысл Божий определение Владимира Федорида Дроздова. Прекрасный. Святой наш, великий. С ним спорят часто. Но послушайте. Промысл Божий это есть непрестанное всемогущество, премудрости и благости Божией, которыми Бог направляет в бытие и силу твари. Вся как бы добру, добру самосществует, а уклоняющегося от добра зло пресекает и направляет к добрым последствиям. То есть, зло Бог пресекает и может направить, казалось бы, изначальное зло к добрым последствиям. Вот. И вы знаете, на своем жизненном пути я вижу постоянно этот промысл Божий. Вот что бы мы ни сделали даже плохого, сегодня Господь так повернет, что кто-нибудь из этого плохого выйдет хорошим, добрым, чистым. И ты сам изменишься. Понимаете, вот очень важный момент. Бог промышляет везде и всегда. И возможно, через баптистов, через других сект возможно такое, что Господь призывает в свою церковь. Матюшка, какие еще методы используют сектанты, чтобы завербовать человека? Вы вкратце рассказывали, но может есть какие-то другие методы? Помимо радушного приема. Это такой, знаете, анонимный прием. Мы христиане, говорят. И мы христиане, я говорю. Так это же хорошо, уже братья с вами. Они не называют своего имени настоящего на самом деле. Вот так говорят, мы христиане, мы верующие, например. Мы в Бога верим, мы Христа верим. Такая, знаете, такая красивая, радужная, такая вот вывеска. Мы верующие во Христа. Ну как бы, я тоже хочу быть верующим во Христа, поэтому я к вам пришел, собственно говоря. Вот второй принцип это анонимность названия. Никогда, а я не скажу, что я там святый леевов, или я мормон, редко очень, или я там, я там саентолог. Нет, я церковь. Саентолог, я церковь. Тоже такая же церковь, тоже такая же церковь, только немножко другая, чуть-чуть другая. Это второй принцип. И не называешь своего имени. Третий принцип, безусловно, контроль языка. Вот ты зашел в эту церковь, или там, в хавычках церковь, да, в секту, тебе говорят, а вы знаете, вы много не понимаете, а мы вам сейчас объясним. И этот сектанский новояз, который там изложен в справочнике, в словаре, должен будешь выучить. И через месяц, два, три, ты забываешь даже русскую речь, зачастую, как вот у средствия иголок. Помните, известное выражение, кто контролирует язык, тот контролирует сознание. Это четкий инструмент работы сектантов. Они исключительно переводят тебя на рельсы вот этого новояза сектанского. Причем исключительно тебя, твое сознание, все, что у тебя есть внутри, они переводят на рельсы. Это принципиальный тоже вопрос. И, конечно, вопрос с гипнозом. Безусловно, он существует. Не во всех сектах, но в таких радикальных как-то новые пятидесятники. Это тяжелейшая такая секта харизматическая, где люди падают под стулья. Но это те, которые якобы на разных языках говорят. Да, да, да. Но вы знаете, посредство этого разговора очень тяжелое для людей. Сейчас ухренее. Нет. Это практически эпилепсия, припадки эпилептические. Дело в том, что после вот этих припадков им хочется страшно пить, они измождены, они устают, они по пять-семь часов просто лежат в кровати, чтобы восстановиться. Вот так на тебя Дух сошел святой. В кавычках, естественно, Дух святой сошел. Это исключительно четкая инструкция самого гуру, который дает эти посылы все. Твое создание отключает, ты уже над собой не властен, и властен он. Есть люди гипнотабельные, которых можно гипнотизировать, а есть люди не гипнотабельные, которых не загипнотизируешь. Большинство из нас гипнотабельные, их можно загипнотизировать. И эти принципы гипноза существуют в этой секте, вот особенно новые 50-ники, харизманты так называемые, существуют прямо четко на вот этих вот сеансах. Например, приходит пастырь к тебе, ну такая иллюстрация, вы знаете, я в вашем городе впервые, у вас такие прекрасные лица, послушайте, шелест, 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 слушайте, листва. И ты начинаешь вот в этом во всем, вот облаке эмоций, образов существовать уже, ты уже представляешь ветер, который дует, листва, который шелестит. А в это время играет музыка, такая успокаивающая, успокаивающая, тональность такая прям, мягкая, умилительная. Дальше начинает пастырь говорить, но среди вас есть те, которые еще не веруют в Духа Святого. Начинают походить по сцене быстрее, как маятник, быстрее, быстрее. Музыка усиливается, усиливается, начинается темп, быстрее, быстрее, быстрее. И дальше какой-нибудь апогей. Ловите Духа Святого. Музыка резкая, форты делает. Кто-нибудь упал под стол, который уже совсем раз в 20 уже падал до этого. И все за ним. И эта эйфория. И понимаете, все это вот так вот вокруг начинает крутиться, вертеться. Один упал, другой упал. Пастырь бегает по сцене, кричит, орет. Музыка... Слушайте, отключается создание полностью твое. Как на дискотеке. Когда музыка долбит тебя по голове, у тебя отключается нервная система. Ты можешь пристать час, два, три, а потом пришел домой устал, у тебя все ломит, ты полдня лежишь, просто от этой дискотеки отходишь. Вот то же самое происходит на этих сеансах. То есть это тщательно продуманный спектакль. До мелочей. Абсолютно, абсолютно. До мелочей. Инструменты четко разработаны американской системой, как воздействие на сознание, на психику, при помощи инструментов, голоса, слуха, движения. Все разработано четко. А, батюшка, католицизм. Русская православная церковь не признает его сектой. Вообще скажите, протестанты, баптисты, вот что это такое, чтобы телезрителям было понятно? Да, опять говоря, терминологии уже такой научной, есть протестантские динаминации. Их еще называют. Это кальвинизм, это англиканство, в таком роде, в таком классическом понимании. Это лютеранство. Такие три протестантские большие динаминации, которые откололись от католицизма в свое время, как протест против папской власти, папских булов, декретариев и толкование писания. И эти динаминации являются крупнейшими протестантскими фактически церквями. То есть это не секта? Это не секта. Это динаминации большие, которые уже имеют большую длинную историю. И мы понимаем, что эти люди веруют в Троицу правильно. Они понимание и исповедование Троицы сохранили неповрежденно. Поэтому мы их принимаем через миропомазание. Мы даже их не перекрещиваем. Протестанты. Вот этих классических протестантов. А все, что касается откола от этих протестантов, уже является сектой. А баптисты, батюшки? Они откололись. Причем откололись они от лютеранского понимания. Откололись тем, что посчитали, что невозможно молодецов крестить. Нельзя их крестить. Потому что они не соображают ничего. Они не осознанно к этому подходят. Поэтому Дух Святой не может на них действовать. Они откололись. Поэтому мы их считаем сектами. Это не рожденная протестантская динаминация изначально была. А отколовшаяся от уже тела самого протестанца. Так же католичество. У католиков это конфессия большая христианская. Конечно, никак не секта. И более того, мы признаем у них и крещение, и миропомазание. Если католик хочет прийти в православие, мы его не перекрещиваем, не миропомазуем, а через покаяние принимаем. То есть у них сохранилось и апостольское преемство, и учение троицы, неповрежденное причем. Поврежденная догматика у них, безусловно. Поэтому они каются, если переходят в православие. Батюшка, если человек родился в одной из религионных динаминаций, живет обычной жизнью, скажем, муссом влюбиться, семью, живет по совести. Вот как нам, христианам, если допустим человека, не получается переубедить его? Вообще, правильно рассуждать так, что человек судится с судом своей совести, это слова апостола Павла, и какая разница, как он верит? Если живет по сути, ну живет и так. Что с этим? Правильно говорит апостол Павел, у нас дал ответ на вопрос апостол Павел именно. Он сказал, что внутренних церковь судит, а внешних судит Бог. Вот об этом мы и говорим. Это внешние люди. Бог им судья. А как будет судить? По закону совести. Есть совесть, которая тебя осуждает, либо которая тебя одобряет. Вот она и будет главной на суде Христовом. Он будет смотреть по твоей совести, потому что это внешний человек. Мы не знаем, мы на суд Божий это все возносим. А внутренних, наших церковных, конечно, судит сам Христос. Так апостол Павел говорит, я считаю, что это справедливо. Мы не можем его осудить, просто взять и осудить человека. Если он вырос там, родился, не знает другой веры, он искренне верующий, не католик, или протестант искренне верующий. Господь ему судья. Мне все время интересно, а стоит ли с другими деноминациями идти на диалог? Я, например, знаю, что даже у нас, в Калужской области устраивают разные мероприятия, там брейн-ринги, например, протестанты, католиков даже приглашают, и православные. Какие-то конференции. Я к тому, что у них есть своя миссия, чтобы с православными поговорить и к себе завербовать, или привлечь. А стоит ли нам тоже пробовать вернуть их в лоно православной церкви? Конечно, вопрос непростой. Дело в том, что всегда возвращать человека из секты, либо из деноминации, чрезвычайно сложно. Существуют методики снова ассоциализации этого человека, снова его, наше пространство, пытаемся принять, переубедить его, объяснить, но это очень маленький процент. Скажу сразу. Лучше не допускать доступления в секту, потому что, если в секте человек присутствует, сознание его, язык, культура речи, общение, друзья, все меняется. Он забывает корни, которые были у него, друзья у него уже другие, язык другое, сознание другое, и все. И чем дольше он находится в секте, тем сложнее быть его туда вытащить. Что касается диалога. Диалог есть, безусловно, диалог есть, и мы общаемся на площадке, в том числе, Семирного Совета Церквей, есть такой орган, где мы собираемся полностью христианские конфессии, различные динаминации, даже отчасти секты собираются, для такого обмена мнениями, я больше так сказал. Это не миссионерская площадка, это просто обмен мнениями и тенденции христианских этих конфессий, какие они, негативные, позитивные. Мы знаем, что есть негативные позиции, например, признание дополных браков. Мы не можем признать ни в каком виде, даже идею того, что это можно рассматривать, в принципе, хоть как-то даже. Церковь англиканская ушла далеко. Она уже скоро будет венчать анаполы браки. Более того, до этого у них ввелся женатый епископат, женщина епископа стали. Это сказали англиканская? Англиканская церковь, да, англиканская церковь. За ним следуют и другие предстантские церкви, лютеране, тоже сейчас анаполы браки признают. Понимаете? И, к сожалению, тенденции вот эти вот, они очень негативные, и поэтому мы делимся мнениями, считаем, что это неправильно, что так быть не должно. Более того, католическая церковь, что Папа Римский заявил, что эти люди из всех секс-меньшинств требуют уважения как полноправные члены церкви. Господи помилуй. Ни одного слова не было сказано в осуждении этого порока греха. Он говорит исключительно о том, что их нужно пожалеть, они несчастные, они так же любят такие же сердца, как и у нас. Мы должны их любить, мы должны их там беречь, что называется, вот так вот я уже образно говорю. То есть прям аж вот как хрупкий элементик такой, знаете, чуть ли не любимый. Понимаете? Ну как это вообще? То есть ни одного слова осуждения в адресе порока не прозвучало у Папы Римского. А правильнее было бы как? То есть осуждать грех, но не осуждать человека. Явление греховное однозначно. Это болезнь. Это великий грех. Апостолио говорил, что блудники, прелюбодеицы, там прочее. Царство Божие не наследуют. Мужеложники и прочее. Это слова апостола Павла. Интересная тенденция из флористской церкви. Теперь уже не хотят перефразировать чуть-чуть эти моменты все. У нас же гендерная есть полярность и неполярность с метров гендерных внуки таких вот элементов. И нужно, кажется, не мужчине слово адресовать, а человеку. Не женщине, а человеку. Менять слова эти. Женщина, мужчина, просто человек. А в России у нас есть такие церкви? Нет, слава Богу. Ну как в России церкви, католическая церковь присутствует в России, конечно, безусловно. В Петербурге, в Москве есть храм католический. Есть даже отчасти миссия католическая у нас в стране. Конечно, не такого масштаба, как в 90-е годы. Да, безусловно, есть, но у нас законодательство четко теперь выставило рамки. Любая пропаганда, идеология, касающаяся навязывания этих вот идей социальных меньшинств запрещена законом и карается уголовной ответственностью. Поэтому у нас невозможно даже им об этом говорить открыто и объяснять вот эти вещи все. И вот вы заметите, мы сейчас постепенно переходим с запада на восток. У нас делегации в Африке сейчас. По менталитету вы имеете в виду? По менталитету даже, да. Мы сейчас больше общаемся с коптами. Это вот церкви, которые были отделены после собора 4-го вселенского. Они православные копты. Потом сирийская церковь автономная. У нас много таких церквей, причем миллионники в Индии церковь апостола Фадея. Фамыточник, прошу прощения. Там Марокканская церковь. Это громадная церковь, которая раньше не была интересна. Сейчас мы к ним повернулись прямо лицом. Делегации к нам приезжают, мы к ним опыт обменим. У нас с ними точки сопротивления гораздо больше, чем с этими церквями западными, которые сейчас существуют. Вот чем проблема. И с одной стороны проблема, с другой стороны правильное понимание, где истинно, а где нет. Где мы должны быть в большей степени, а где в меньшей степени должны быть. Вот это тенденция современных диалогов церковных. Отец Дмитрий, если все-таки диалоги у нас какие-то ведутся, а как вообще быть с православной миссией? Мы знаем, что привыкло у нас уже общество к тому, что если ты идешь по улице и раздаешь книжки, говоришь о Боге, это точно сектанты. Но все равно, чтобы как-то рассказать о православной вере, тоже нужно что-то делать. Можем ли мы тоже таким путем идти, или это скользкий путь, и как нужно нести православную проповедь сейчас? Путь навязывания никогда не был результативным. Никогда. Вот даже возьмем исследователи Иеговы. У них статистика своя есть, причем очень интересная статистика. На тысячу человек обхода два человека возможно придут в церковь. Это минимальное усилие, минимальное усилие, минимальное КПД, вообще минимальное. И также протестантские секты не приносят плода навязчивой идеологии. Людей это отталкивает. Кого-то может быть заинтересует 0,2%, все остальное это просто ваши труды в никуда. Поэтому это не наш принцип и наш метод. И более того, он вредный зачастую. Человек должен сам откликнуться на призыв церкви. Вот сам. У нас стоят храмы, у нас есть священники в СМИ, в школах присутствуют, проповеди звучат, вы откройте прекрасный наш правительный, Адрит Качев и так далее. Очень много блогеров наших православных. Всегда можно найти, за что зацепиться. Где-то ответ найти и почувствовать, а вот твое или не твое. И это будет правильно, потому что душа должна быть открыто свободной перед Богом. Только в свободную душу Бог заходит. В навязчивую, в неправильную душу Бог не зайдет. Да, вы можете ее приведете, но он будет не таким полноправным членом, потому что он не свободно пришел. Понимаете? И Бог на самом деле ищет свободы от нас. Почему Богу всех не спасти? Вот так вот. Идея такая интересная же. Ну, Господи, ты вседержитель, ты всемогущий, давай спаси всех вообще. Ну, чего вот нет? Ты же милостивый. Да, да. Ты же всех любишь. Как ты можешь погубить человека? Но один очень момент важный, фундаментальный. Бог дал нам свободу. Он сам свободный. И нам дал этот образ, образ свободы. И рождает человек именно со свободы в сердце. Возрастает со свободы, выбирает в жизни сам свободно. Как Бог это делает? Потому что мы творение Божие, мы образ Божий. И свобода невозможно, свобода невозможно нарушить в сердце. Понимаете? Невозможно. Бог вот этот камень, который сам создал, не может поднять. Вот так оказывается. Понимаете? И Он, не нарушая свободы человека, не насилуя воли, призывает человека откликнуться на его призыв. А поверьте, призывов очень много в нашей жизни. У всех Он есть. Вот я общаюсь в силу того, что я священник, общаюсь с разными людьми, и мы пытаемся найти понимание. А когда Господь к тебе постучался впервые? Вот когда? Вот вспомни в своей жизни. Вот ты сейчас пришел, тебе уже там 50. Но Бог к тебе стучался еще с младенчества. Давай вспоминай, когда это было. И Он начинает, а точно говорит, правда. А вот тогда был случай, а я-то не понял, что это Божие было промышление обо мне. И Господь каждого ведет, на самом деле, без всяких книжек, без всякого вручения толкотни ведет по пути спасения. Но мы должны это понять, осознать и увидеть, когда это происходит с тобой. Вот чем быстрее мы это поймем, чем мы быстрее это воспримем, тем мы быстрее к Богу придем. Опять свободно, правильно, как хочет Господь. Аминь. Батюшка, спасибо вам большое за такую интересную беседу. Спасибо, Господи, Батюшка. Ну, а мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня был Иерей Дмитрий Ишатов. В программе «Спасайся, кто хочет». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова